Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Tales of Berseria. В предыдущей серии у нас пропал братик наш, и мы отправляемся на его поиски. Опять что-то появилось. Опять вепри. Ну иди сюда, что-то. Так, как мы выяснили уже, у нас за каждые битвы накапливается опыт наших навыков, и постепенно они растут. Ой, злафи. Вельвет, ты можешь ходить? Жар не прошел. Я в порядке, просто решил отдохнуть. Ах, ты маленький. Ты знаешь, что это так нельзя? Ты сбежала, ничего мне не рассказал. А если того, что случилось? Ведь не только тогда пострадал. Ты это понимаешь? Я прости. Если тебе хочется что-нибудь сделать, просто попроси меня. Знаю, я не худышная сестра, и у меня нет денег, чтобы покупать тебе то, что ты хочешь. Нет, я не поэтому ушел. Я поняла. Ты прав. Я забыла нарвать цветок на могилы. Да, поэтому я решила пати на мыс. Ты ведь океан заодно хочешь видеть? Ну, да, его тоже. Ладно, только сегодня. Ты уверена? Да, но если сбежишь, вот так вот еще раз. Я начну привязывать тебя к кровати. Хорошо. Хорошо. Ну вот, ладно, теперь бегом на мыс. Так, память о принцессе. Помнишь, как мы вместе ходили собирать принцессию утром перед хранами селики? Ага, мне тогда было всего четыре, но я все помню. Мы не смогли найти их ни в деревне, ни на мысе. Да, потому что демоны все перетоптали, а потом ты вдруг стал спускаться вниз, с края утеса. Ты подбежала и схватила меня. На тебя страшно было смотреть. Ну, конечно, что бы я делала, если бы ты потерял... Если бы терял тебя. У тебя бы остался Артур. Он бы тебе помогал. Он всем на свете помогает. Он славный парень. Пожалуй, так и было бы. Но я бы все равно скучала по тебе так сильно, что ты и представь себе не можешь. Я знаю. Прости меня, сестренка. Кстати, чуть ниже утеса, где ты был, как раз расцвела одинокая парочка принцессии. Я помню. Подул легкий ветерок и донес аромат, похожий на запах селики. Верно. Вот почему я считаю, что те цветы были в послании мыть ее. А ты знаешь, что вообще означает цветы принцессии? Эээ... Незаменимые сокровища. И пожелание доброго здравия на многие лета. Да. И это в точности выражает мои чувства, Лафи. Мои тоже. Стрелка. Так, есть там до сих пор... Аааа... Так, что-то там еще появилось. Лафи, как ты смотришь на то, чтобы я приготовила дома неаблоки? Неаблоки? Что это? Тертые яблоки? В детстве, когда я простужалась, селика всегда угощала меня имя. Яблоки были кисло-слацкими, влажными и хрустящими. Поев их, я всегда выздоравливала. Дааа, яблоки очень полезны, но что означает «ня»? Когда я была маленькой, то всегда говорила «ня-ня». Когда хотела яблоко. Так вот откуда взялось это название. Постой, ты называла яблоки «ня-ня»? Ты должна была странным ребенком. В этом возрасте ты делал то же самое. Когда мы селика впервые это услышали, то очень долго смеялись. Не-е-е. Странно, по-моему, он сказал «фу». Перевели как «ня». Ну ладно. Так, ой, кабанчики. Идите все сюда. О, у нас получился 11 ударов. Это все? О, вот мы. Что? Так, вот там, где-то светилось. Что бы, теперь, если их три кабана, значит, каждый кабану здравствуй. Не плохо, но бывало лучше. Не плохо. мы пойдем на мысль мы идем на него хранится на всех случаях мало чего у нас че тут может ожидать посмотри это место никогда не меняется правда нет она меняется времена года ветер погода когда меняется они море становится совершенно другим также с тем что скрывают горизонты что скрывают горизонты иногда я просто не понимаю что ты говоришь спасибо что привела меня сюда сегодня ищите обменить и не нужно меня благодарить орел послушай лафи ты знаешь почему птицы летают думаю если бы они не летали то не могли бы хватать пищу или скрываются от хищников я тоже так подумала но знаешь мне кажется дело не только в этом птица рожденная с крыльями должна привет оборот обороте бедил офицер беги как тяжело бы тебе не было не бойся ты справишь и станешь сильным как артур нет ты не можешь беги 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 а что мы не можем трогать это как говорил артур но Я должен это сделать! Опа, не гиб! Стой, сразись со мной, демон! Ох, я чувствую, мальчик ему сейчас накостыляет. Бабах! Лафи! Вельвет! Вельвет! Так вот на что покупал. Так вот почему. Ну кранты тебе. Артур пришел. Как? Как оказалось дома? Вельвет! Вельвет! Лафи! Ты цел? Ой, прости, это я виноват. Нет, если бы тебя там не было, я не знаю, что могло бы случиться со мной. Вельвет! Твой старый сломался, да? У тебя очень красивые волосы. Он ухажен за ними настоящим преступлением. Я создам новый мир, мир где моя сестра будет счастлива. Какой милый ребенок. Какой милый ребенок. Ребенил офицета. Ребенил офицета. Ребенил офицета. Ребенил офицета. Ребенил офицер. Что здесь происходит? Не время бояться. Во, 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 потише. а а а это все эти шли превратились все жители у нас вариантов немного скипал никогда не сдавайся Если окажется, что вы вот-вот проиграете, то всегда можно попробовать убежать. Перейдите границу желаемого боя и убейтесь. Где границы-то? Отлично, убежали. И бороться с ними бесполезно. Я их уже вижу. Вельвет, ты... Ох, какой счастье, что здесь. Ты защитил Лафи, да, Артур? Кажется, нет. Еще одна эмоция, которую нужно отбросить. Вельвет, беги! Артур! Однажды в этом месте была сломана печать, закрывавшая вход в преисподнюю. Сегодня здесь же родится сила, способная спасти мир. Но жизнь в Лафисета будет принесена в жертв. Что? Кто-то сказал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артур! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! Отпусти его! Это жертва всему миру Зачем ты? Ничто не может спасти его теперь НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! Ты никогда не изменишься ты как всегда поддаешься своим эмоциям как ты мог как ты мог что это за рука такая демон который питается демонами артур серио артур 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 почему птицы летают вот тебе мой ответ я не прошу прощения этот грех на мне артуреус ведь нас же не убили ты заплатишь за содеяние так на низких уровнях сложности боя враги атакуют реже и с меньшей силой так некоторые преимущества например разврата подать предметы а то есть чем выше уровень сложности тем мощнее предметы некоторые эффекты потенцито доступны только на определенных уровнях сложности сложность боя можно изменить любое время значит на максимальном уровне переходить где-то примерно или повыше уровень вот так и разрушился мой мир и три долгих года я сидела в той темной яме и насыщалась поглощала демонов чтобы жить чтобы выжить и убить его и отомстить за моего брата а а Продолжение следует... 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 Тайные приемы, боевые приемы Титания! Остров Тюрьма Так, здесь что-то лежит Как же так уйти и не собрать Тебе понадобится снаряжение, в комнате перед тобой есть оружие Передо мной, комната Я слеп Вы видите здесь комнату? Или он имеет ввиду вот здесь где-то, вверху? Чего-то из нас какого-то монстра котят сделает, и Арториуса тоже Но кажется, что... Какая-то ловушка Никто не поднял тревогу Я это вижу Бери все, что тебе нужно Похоже, тут хранили имущество конфискованное у заключенных Веревка Может пригодиться Отличный клинок Я знаю, что это меч Вой Бури, что он тут делает? Что он тут делает? Ну, это слишком велик Ты не будешь его брать Это признанный шедевр И если я не смогу его использовать, от него никакого толку Твой дура Ох, какой наряд у нас стал И что за Ассасин Крит тут Ну хорошо Готово? Что здесь происходит? Бабах Даже брови не повела Я ведь уже сказал Что больше не его малахим Нас ждет корабль? Значит, тебе уже известно, что мы на острове? Да Я знаю, что это остров тюрьма для жестких преступников И что здесь держат запертить десятки демонов Демоны много чего говорят, когда не хотят, чтобы их сожрали У каждой из входов в тюрьму есть две пристали Ближняя и дальняя Наш корабль стоит у дальней 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 Где вёска? Подождите, у нас тут ещё чуть больше. И не открывается. Нельзя задерживаться, нужно идти. Так, это что? Что это такое? Особый сгусток энергии, что-то вроде душ, принадлежащих семье Малахимов. Они появились повсюду после происшествия, три года назад. Очередное последствие происшествия. Если собрать их, то можно попросить Семи Малахимов о помощи. Я должна поверить тебе на слово? Я не заставляю тебя ничего делать. Я сама будешь их собирать или нет? Ладно, соберу, никогда не знаю, что может пригодиться. Правильно. Верно, придётся воспользоваться всем, если хочешь сомстить. Что, она постоянно подталкивает нас к игратам? Мне нравится мне. Что нам это вообще дают? Позволяет улучшать Снаряжение активирует случайный навык. Пока ставим. У нас не обучали этому. Ну ладно. Приближайся на стражники. Двое. Сюда. Ты слышал? Ходить по тропе вокруг острова теперь запрещено. Говорят, земля там рыхлая и может провалиться. Это та тропа под стражевой башней? Ну и ладно, по ней сраной никто не ходит. Верно, но зато по ней можно быстро срезать путь. Короткий путь к пристани, под стражевой башней. А нафига нам короткий путь? Несколько стражников пропали, похоже на снострове незваные гости. Всем из арсистов разбиться на две группы. Места сбора передние и задние ворота. Будет сделано. Мимо нас никто не проскользнет. Будь на чеку. Угроза может быть серьезной. Это будет непросто. Значит нам понадобится подкрепление. Где камеры? Должно быть на этом этаже. Хочешь укусить заключенных? Для меня сейчас все средства хороши. А что бы нет? Гоу выпустим. Так. А где у нас уровень сложности? Здесь меняется. Ага, вот. Давайте умеренный поставим. Посмотрим, что из этого получится. Может не получше будет падать. Так, ну выбор не богатый. Проклятие! Вы еще кто такие? Так, еще что-то. Тап информации о текущих целях. Ага. 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 Тут поменьше жизни. Давайте с него и начнем. Танец ласточки. Ой, хорошо. Так, нажмите вправо, чтобы вы увидите информацию о цели из книги врагов. Выпустим всех людей и демонов. Эй, слушайте меня! Я открываю все двери во все камеры! Мы убираемся с этого острова! Что за хрень? Ты серьезно? Разделитесь на две группы и бегите к передним и задним воротам, сумейте прорваться, попадете на корабль. Но разве их не охраняют экзорцисты? Тот пират, Ван Эйфер, не если кому за все это время удалось уйти отсюда жилой. К тому же он не сам такое провернул, его забрал какой-то старый экзорцист. Мельхиору или вроде того. Ван Эйфред и Мельхиор? Принуждать вас я не буду! Ходите и дашь ткнить! Пожалуйста! Я с тобой! Все лучше, чем еще один день в этом раке! Давайте сделаем это! Я вернусь домой к моей семье! Дай мне, девчонки, как мы всегда! Сэйрис, они не хотят вернуться к своей семье! Сэйрис! Бабах! Идем, прикончим мы этих экзорцистов! Открывай все двери! Они должны отлечь на себя страшников, а мы поищем стражевую башню. Открывайся за эту ткань. Оттуда мы сможем по обходной тропе попасть на приступ. Значит, ты бросаешь их всех на произвол судьбы? Я же сказала, что все средства хороши. Ну да ладно! Давайте проверим. ДИЦЕЙСКОТ Что сказан сговорит? Ну да, ты кто вообще? Зелёные. Ты не собираешься сбежать? Не надо недооценивать экзорцистов, они все сдохнут, как собаки. Это аббатство, которое тут всем заправляет, они прям такие потрясающие? Сказать потрясающе, это ничего не сказать. Экзорцистов аббатства объединились с королевством Лидган, и вот уже весь мир у них в кармане. Эти безжалостные, охотятся на людей, ставших демонами, выступить против них это бросить вызов всему миру. И я верю, что я знаю, кто был оттуда. Я знаю. Те, кого готовят, присылают сюда средневщики. Будь мы чудовища, но по крайней мере живые. Ага, до тех пор, пока их не скорбь не. Спасибо за информацию. Даже если ты сможешь сбежать отсюда, тысячи экзорцистов, контролирующих могучих малахимов, будут ждать тебя на свободе. Тебе некуда бежать. Некуда. Я не хочу бежать. Я с радостью умру, если при этом заберу с собой авториуса. Ну что-то как-то грустно прям. Я знаю. Продолжение следует... 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 Боевые сапоги. Так, концентрация увеличивается на 5. Ага, здесь же какой-то навык появляется. Вот так. Я тебе вроде получше сапожки-то. Шалфей. Трава растут в различных местах. И улучшают параметры персонажей. Если их собрать, то вскоре они вырастут снова. Поэтому их можно свободно тратить на любых персонажей. Хорошо. Так, и как этим пользоваться? Шалфей. Очки здоровья на 10. При использовании также полностью устанавливаем очки здоровья. А это навсегда или только на время? Ну ладно, посмотрим, что получится. По крайней мере мы знаем, что это не так. Что-то тут шалфей. Так, вижу. Так, наверное сюда. Хотя... Я определённо сюда. Кольцо пустоты. Урон от бесстихийных атак. Ага, у нас кольцо сопотемления. Снижает защиту. Но повышает атаки. Даже не знаю, там всего 50, а здесь 54 навыка. Давайте вот так вот сделаем. Ярусные воительницы. Ой! Окей. Оглушение. Ага, то есть нам надо сколько-то это сделать. Окей. Количество приёмов надо выполнить. Давно не сохранялись. Оглушение. Кто ты? Ещё. Господи, терминатор. Вот этот. Он демон. Приготовьтесь. Вы не сам. Ты не человек. Так же ты. Так же. Не верно. Он сильен. Уже зазубрен на лезвиях. Каких у них зашли, чтоб ножи. Я должен забрать вой бури. Вой бури, тот месяц мы нашли. Вы нашли его? Где? Он у тебя? Прошу, скажи мне. Он был на складе, внизу. Внизу. Большое тебе спасибо. Что-то было. Странный демон. Если все успокоится, мы упустим свой шанс. Нужно поторапливаться. Чувствую, мы его еще встретим. Вильтит стрелка. Обороны. Заряд в бою. После обороны на заданное время. Некоторые предметы добавляют возможность атаки во время защиты. Вой бури, неужели этот демон? Что такое? Ничего. Просто этот демон мечник был каким-то странным. Он был полон ярости, но, когда разговор у вас пошел об этом мече, его поведение полностью изменилось. Нет смысла ломать над этим голову. Он ведь демон, в конце концов. Все узники тут со странностями. Кроме тебя. Забудь. Не все равно, что вам не думает, какой-то малахин. Похоже, что-то... Так, нас туда не пустят, да? Окей. Выбор небогатый. Но, скорее всего, мы сюда, вот теперь мы вернемся. Потому что там есть какие-то проходы, значит, можно погулять будет в тюрьме. Так. Во-во-во, подожди, Хрюнзин. Орк. Ох, да. Орк. Орк! 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 Мы здесь закончили. Давайте тянуться. Воскресенье оттуда происходит. Уже, да? Количество атак и быстрых передвижений, которые можно объединить в комбо, равно количеству уменьшительных персонажей душ. Выполняя атаки в виде комбо, персонаж становится менее уязвимым для встречных ударов. Так, снижается. Ага, то есть обычные приемы, потом... Два обычных боевых, и потом один прием... Тайный. На 20%. Все очень здорово, но ничего пока не понятно. Они уйдут в дверь до октября. Мы не можем через это. И тауэра должна быть только перед нами. Ваш кем должна быть перед нами. Вот она, видимо. Еще немного мы подавим это восстание. Тебе не скрыться. Да ладно. Тебе не скрыться. Тебе не скрыться. Что это такое-то? Заключенные обречены. Нет времени. Нужно попасть на тропу. Прыгай. Прыгай. Так. Постой, ты что серьезно хоть попытаться? В храме он упал с еще больше высоты. Прыгай. 네. Я вижу synergy. Если он твердый, идёшь к цели. Ты сильна. Такой честь, что ты дала клятву. Это ритуал, дающий особые способности, если его приносящий клятву будет соблюдать определённые ограничения. Чем сжечье ограничение, тем больше силы. Клятва — это что-то вроде проклятия, верно? Ну, знаешь что? Я стал такой из-за вас. Подождите, у нас тут ещё не обглутали мы ничего. Сколько таких набрать надо, я не пойму. Два обороты. Ох, как мы. Крепкий пояс. Здорово, мы. Как травушка. Усиливающая защиту на два, снижая получаемый физический урон при использовании также полностью устанавливающей здоровья. Ага. Я только одного не пойму, это на время даётся или навсегда. Вербена. Так, крепкий пояс у нас какой-то появился. Так, где у нас предметы и снаряжения-то? Крепкий пояс, крепкий пояс. Они вообще одинаковые. Так что, какой смысл меня отшил на мыло? Так, ну что ж. Мы продолжим с вами проходить эту игру в следующей серии. А сегодня всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!